Алло 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 Нет, вы будете говорить или нет? Алло Почему вы так долго не отвечали? Вы когда-нибудь пробовали самое вкусное в мире яблоко? Нет Алло, алло Доктор, вы знаете, у меня лишний вес, у меня из-за этого проблемы Легкотня Значит так, секунду Алло Алло, это полиция Нет, ошиблись номером Тогда слушай Я маньяк И я слежу за тобой А, это ты маньяк следишь за мной Я тебе хочу сказать, хреново ты следишь за мной Я б тебе даже сказал, ты меня это как Запустил Техподдержка есть практически у всего Даже у компании по производству шпрот Алло, здрасте, компания Капитан Шпрот, Оксана, слушаю Здрасте, а я вот что-то у вас это самое как бы не совсем... А вы баночку переверните, там есть колечко, дерните и она откроется А, прикольно До свидания Алло Здрасте, вкусно, вкусно, не то слово, но я весь измазюкался Вы просто возьмите салфеточку, вытритесь и все будет как прежде Ты моя хорошая До свидания Слушаю Алло, это Гринпис, это вы убиваете несчастных беззащитных шпрот? Да Да играли, сейчас с вами будет говорить президент нашей организации Алло Кустно, вкусно, не то слово, но я опять измазюкался, что делать? До свидания Услуга «Трезвый водитель» Да, услуга «Трезвый водитель», слушаю Да, конечно, мы предоставляем такие услуги Диктуйте адрес Улица Мусы Джалиле, дом 8 или 9? 8 Мы постараемся побыстрее, держитесь, держитесь Случай в морге Здравствуйте, можно я у вас посижу? А что случилось? Да мы с мужиками просто загулялись У меня телефон сел, а жена вас сейчас обзванивать будет Ну, посидите Алло Иванов Иванов? Да, он здесь Да, дурак, скажи хоть живой Хоть живой, 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 живой Поплет мыслей ученых в скором времени может привести к тому, что в мире появятся даже такие телефоны ТЕЛЕФОНЫ Да, пап Алло, сынок Да Сынок, ты что, пил, что ли Нет Ну-ка, дыхни в трубку Да ты выпивший Так это что, серьговухи? Так быстро положил телефон в задний карман. Получай! В продолжении «Медведь-шатун». Итак, представьте, посреди зимы в берлогу врывается дикий кабан. Ещё раз я тебя тут увижу, я тебе клыки вырву и в пятак засуну. Кабан, козёл, баран. Да ну это уже до весны, короче. Что там по телевизору? И для тех, кто не спит... Работает канал «Охота и рыбалка». Тема сегодняшней передачи – охота на кабана. Кабан очень быстрое, но неуклюжее животное, поэтому охотиться на него лучше вдвоём. Кто? Алё! Алё! Ай, Петя! Алё! Ложь! Привет! Да, разбудил, но не ты, да. Есть тут одна свинья, да. А ты что, не спишь? Тоже разбудил? А кто разбудил? Кого? Оп, скотина, да? Поняла. Слушай, а давай его вдвоём завалим? У меня план есть. Да? Так отлично, конечно. Абсолютно на любой пацанской вечеринке всегда есть вот такая комната тишины. Да, Зай, да сидим ещё. Ну ты чё, не спишь? Ага, я тебя очень люблю. Ага. Сидим, тебя. Зай, ну ты чё? Зай, ну ты чё? Да всё, не пошёл. Зай, ну ты чё? 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 Когда у друга на телефоне в кармане случайно набрался твой номер, то каждый из нас становился немножко шпионом. Алло. Алло. Саня. Ну что, поехали ко мне? Поехали. Но у меня дома подружка. Может, друга позовешь? Да кого я позову? Алло. 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 Саня. Алло. Нет у меня друзей. А как нет, Сань? Ты че? Ты че? Я Тёма, лучший друг твой с первого класса. Ну? Может быть, Тёма позовешь? Да, 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 да. Адрес называй. Она где здесь, другая Балтуфьева. Ну? Да ну, он скучный. Эй, ну ты че, Саня? Я веселый вообще. Я жампилировать умею. Замкнутый, некрасивый. А, не друг ты мне больше. Алло. Ты не дослушал. Ещё у тебя башка всегда грязная, пузяка огромная. Башки! Очень, очень богатые люди. Привет. Да, скучно. Алло, это самая офигительная клиника. Мне надоело дышать. Сделайте там какой-нибудь аппарат, чтобы он за меня дышал. Да. А сколько стоит? Любые деньги. Возьми два. Две штучки. Да, пусть ещё подругу захвачит. И подругу захвачит, да. Может быть, пол поменять, а? Не советую. Я пробовал скучно. Я обратно скучно. Слушай, а чё у тебя за машина? Вот у меня ручной сборки. А у меня монолит. Подожди, а как ты на ней ездишь? Никак. Под ней земля крутится. Это, я тебе дозвониться не могу. Так я номер телефона поменял. Какой у тебя? Да никакой, просто вызов жми. А. Удобно. Алло, это министр обороны? Защищайтесь! Слушай, а давай наше споём? Всё, что в жизни есть у меня Всё, что в жизни есть у меня Всё, что в жизни есть у меня Это всё, это всё есть у меня Так, подождите, Дорохов звонит. Алло. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты чё плачешь? Это, братан, я на КВН в Москве Давай, тебе на Е. Ёлки-палки, айфон сложил. Он не выйдет. В смысле? Короче, Петь, у меня ли тебе две новости? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алло. Служба безопасности Сбербанка. Короче, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Я подумал, решил, что ты можешь вернуться в команду. А, хорошая. Поговорите вы с ним, а? Петь, сколько тебе осталось? Четыреста пятьдесят семь лет. Офигеть. Ну всё же лучше, чем пожизненное. Короче, он не выйдет, пойдём отсюда. Да, я попробую. Брат, я вытащу тебя отсюда, чего бы мне это ни стоило. Ты, видимо, не понимаешь. Сюда не подобраться ни по земле, ни по воздуху, ни под землёй. Это не тюрьма, это крепость. Покруче, чем Алькатрас или Гвантанамо. Так что всё, разговор на этом окончен. У меня есть схема тюрьмы, следуй инструкции. Шаг вправо. Шаг вперёд. Шаг вперёд. Ты на свободе. Спасибо, брат. Алло, здравствуйте, заказ пиццы. Девушка, можно пиццу заказать? Да, конечно. А вам какую? С беконом. И можете вызвать машинку такси. Молодой человек, ну если вам нужно такси, позвоните в такси. Девушка, ну возьмите справочник, вызовите мне любой такси к подъезду через 10 минут. Кстати, а сколько будет пицца готовиться? Ну минут 20. Ну и кому вы её привезёте, если я через 10 минут уеду на вашем же такси? Нет, вы, конечно, можете созвониться с водителем, узнать, куда я поехал, но вы, по-моему, усложняете. Нет, это вы, по-моему, усложняете. Если вам нужно такси, позвоните в такси. Алло. Алло, такси-медведь, да. Здравствуйте, а можно машинку через 10 минут? Конечно. А за пиццей заехать можете? Какой пиццей? С беконом какой. Пип-пип. Алло, это сауна? Да, сауна рыбка. А девочку можно заказать? Легко. Алло, это милиция? Милиция слушает. Я хочу сдать притон. Что вы хотите за эту информацию? Пиццу. Какую? С беконом. Машинка выехала. Хоть одна служба нормально работает. Алло. Здравствуйте, Белая Киа, 575, спускайтесь. Я не вызывал такси. Я знаю, просто сейчас с заказами туго. Я вот решил сам инициативу проявить. Спасибо, не надо. Ладно, я понял. Такие дела по телефону не решаются. Сейчас сам поднимусь, обсудим детали поездки. Ты придурок, я сейчас полицию вызову. Да. Спускайтесь, полиция подъехала. Вы полицейский? А я разве не сказал? Мы просто сейчас на полицейских машинах таксуем. Почему? Ну, взятки запретили. Вот мы и крутимся, как можем. До свидания! Алло. Алло, Сереж. Я в грузинском ресторане. Я в грузинском ресторане. Называется... Самхнататабурья. Самхнататабурья. Самх... Самхнататабурья. Самхнататабурья. Самхана, это бульдозер. Самхнататабурья. Самхнатабур... Ты говоришь, беременний танк. Самхнататабурья. Самхтипурбурья. Девочка-небоскребки сказал. Самхнататабурья. Сампуртацуя. Самхнататабурья. Самхнат... Дай сюда. Алло. Это Гия Чухрелия. Добрый вечер. Ты сейчас где? Из маршрутки вышел? Что у тебя за друзья? На маршрутке ездят что-то? Да, переходи дорогу, да, спускайся в переход. Ага, алло, алло. Алло, а, вышел из перехода. Все, иди прямо, увидишь дерево с бананом. Вот это наш ресторан. Давай, заказывай уже. Крутые нулевые. Ой, на телефоне Crazy Frog, а в сердечке группа Smash. О, боже, дай мне сил. Так. Давай. И сегодня за постер с Бритни Спирс сражаются Роман, Серега, Карен и человек, который фанатеет от рекламы нулевых, Леха. Вы все еще кипятите! Первый вопрос. Как сделать так, чтобы телефон играл громче? Да, еще громче. Прекрасно! Приемной президента Российской Федерации. Алло, приемная. Алло, здравствуйте. Сойдите меня, пожалуйста, с президентом. Минуточку соединяю. Извините, он занят. Ну тогда соедините с министром энергетики. Минуточку соединяю. Извините, его нет на месте. Ну тогда соедините с министром культуры. Минуточку соединяю. А, министр культуры слушает. Когда парень отдыхает с друзьями, а его девушке дома стало скучно, то он по-любому выпадет часа на три. Понятно. А еще купил зеленую юбку с белой рубашечкой. Ясно. Ну помнишь, я давно ходила? Правда, сапогами ходила, просто что-то настроения не было. Прикольно. А еще представляешь, успела в кино сходить? Такой фильм крутой был. Ммм, яс, понятно, прикольно. А потом Маринка позвала погулять по парку. А там, знаешь, кого встретили? Саша с Дашей говорят, к свадьбе готовится. Я думаю, на сто процентов по залету. И Даша такая, а вы когда? А я ей говорю, для настоящего любви штат не нужен. Правда, что это Маринка, у нее новый парень. Прикинь, господи, она просила. Только рейтинг по парке. Сколько можно вот это бесполезно? Ты вообще меня слушаешь? Да что ты разоралась-то? Слушаю. О-о-о-о. Да ты никогда не знаешь, что ты все рассказываешь, рассказываешь. Прости, 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 прости. А сейчас мы покажем вам, как сочинский таксист звонит домой в Ереван. Алло, брат, привет. Как дела? Хорошо? Дай маму. Мама, брат, привет. Как дела, мама, брат? Нормальный? Дай папу. Папа, привет, брат. Дома отличный все. Дай сестру. Сестра, привет, брат. Как дела? А шот как? Поступил? Куда? В травмпункт? Молодец, слушай. Сам поступил. А васген как? Син родился? А как назвали? Ага, в честь отца. А как? Ну ладно, сестра, брат, ко мне тут ашот со шотом пришли. Я побежаю. Ночь перед экзаменом бывает разной. Для кого-то она бывает бессонной, для кого-то спокойной. А еще ночь перед экзаменом бывает мистической. Итак, станция спортивная поехала на дачу к Димке готовиться к экзаменам. Я тебе говорю, это теорема или доказательство? Да я тебе серьезно говорю. Нельзя ее доказать никак. Ребят, 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 подождите, мы походил не на той станции и вышли. Ха, хорошая шутка, в два часа ночи в лесу. Да нет, я тебе серьезно говорю. Да нет, я тебе говорю, не вариант. Ладно, парни, без паники, давайте на следующем поезде уедем. Вань, посмотри в расписании, по каким числам ходит? По високосным. Какое странное место, а? Выйду ночью в поле с конем, мы с конем по полю идем, только мы с конем. Эй, мужик, а где конь-то? Так вот он, шахматный. Мужчина, у нас утром экзамен, не подскажешь, как отсюда выбраться? Отсюда еще никто никогда не выбирался. Странно. Местное время, 28 часов, 79 градусов. Разница с Москвой 16 часов. Как в сказке, у лукоморья дуб, зеленая и золотая цепь, надубитом и днем... Как там у Пушкина-то? У Пушкина все в порядке. Просил не беспокоить. Отлично. Мужики, давайте не будем впадать в панику, вот же и таксофон. У кого-нибудь есть две копейки? Ха-ха, зашибись, Вов, где мы тебе в 2009 году найдем две копейки? Да ладно, что ты завелся. Все равно он не работает. Да. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Да, алло. Нет, не надо меня отсюда забирать. Мне здесь нравится. Алло, алло, свяжитесь с институтом. Блин, не работает. Я все понял. Просто нужно вести себя так же, как местные. Вы здесь? Давайте, я пою. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни. Голос нигний и глубокий. Ну, пожалуйста, позвони. Ну, хотя бы завибрируй. Ну, хотя бы динь-динь-динь. Пожалуйста. Или даже смс-кой. Ты же говорил, что звонит. Алло. Такси. Такси. Сколько машин будем брать? Четыре. Пять машин. В пятые конспекты повезем. В конспекты повезем. Что? Адрес? Да. Спасибо, ничего не надо. Пацаны, что делать-то, а? Ребята, купите снегирька. Спасибо, девочка, нам не нужен снегирек. Купите, а то пожалеете. Спасибо, нам не нужно, у нас экзамен. Пожалеете. Дима, следи за холестерином. Что-то масло захотелось. Парни, мы так все с ума сойдем. Давайте выбираться. Давайте в эту сторону бежать. Смотрите, автобус нас спасут. Эй, вы все умрете. Отлично. О, смотрите, бабушка. Бабушка, как нам добраться до института? Вот вам волшебный клубок. Куда покатиться, там с горы. Отлично. Да не, здесь-то откуда? Смотрите, Незнайка. Незнайка, а как отсюда выбраться? О, Знайка, Знайка, ты... Незнайка, как ты убил его из цветка? Смотрите, поезд, поезд, мужики. Все, слава богу. Здравствуйте, знаете, такая ситуация? Мы на экзамен опаздываем. Возьмите нас, пожалуйста. А у вас есть снегирек? Какой снегирек? Без снегирька на поезд нельзя. Слушай, такими темпами вообще в институт не успеем. Было бы хотя бы еще четыре часа в запасе. Да уж. Местное время. Четыре часа в запасе. Слышали? Здесь желания сбываются. Вовка, попробуй ты. Знаете, я хочу, чтобы все желания сбывались. Да, я так... Надя, подожди, подожди. Но чтобы желания загадывали только добрые люди. А я хочу денег. Много-много денег. Нет, всего лишь две копейки. О, сбылось. Парни, позвоню декану, у меня с ним нормальные отношения. Давай, давай, давай. Здравствуй, Дима. Ой, Семен Павлович, а как вы узнали, что это я? Только ты мне в четыре часа ночи можешь позвонить. Дим, что-то опять случилось? Ты в институте заблудился? Нет. Забыл рецепт яичниц? Да нет, ну что... Проглотил магнит, не можешь от холодильника отойти? Да нет. Все гораздо серьезней. О, что-то новенькое. Да, мы с ребятами, в общем, на экзамен не приедем. Мы в каком-то странном месте застряли. Здесь ангел Пушкина выходил. Ладно, ладно, Дима, я понял. Приедете во вторник, все пересдадите. Парни, насчет экзамена договорился. Ахуру! Дима, и... Эй, что? Снегирька не забудьте. Друзья, знаете, вот так всегда. В ночь перед экзаменом готовишься, учишь, А на самом экзамене тебе не хватает какого-то снигирька. Знаете, а мне кажется, я знаю, где все это могло произойти. Где? Где? Дорогие друзья, а у нас, конечно же, музыкальный... Ой, извините, пожалуйста, сейчас отвечу, не расходите. Алло, нормально, как дела у вас? Пойдет? Что делаете? Да у нас сейчас музыкалка идет. Ага. Да? Да музыкальный керник у нас. Да сами придумаем. Такие... Да? Что делаем? Да ничего страшного. Знаешь, что у нас... Вот, прикинь, я на космосе. Да? Ничего, пойдет? Ага. Сейчас у нас на сцену выйдет, Дима Билан выйдет. Да не он, конечно, сам. Просто Ярик выйдет, Ярик выйдет, скажет, я Дима Билан. А, ну, конечно, поверьте, это КВН-ча. Встречаете, Дима Билан? Да не тебе, я объявляю, я скажу. Леонид Ермольник дома. Алло. Добрый вечер, Леонид, это ток-шоу «Ледниковый период». Вы не хотите приедете... Ох, нет. Алло. Здравствуйте, это передача «Король рига». Не хотите принять участие? Ох, нет. Алло. Вам скучно, одиноко? Ох, да, алло. Тогда принимайте участие в нашей... Нет. Алло. Четверг, 18.30, таблички не забудьте. Спасибо, Александр Васильевич, до свидания. Алло. Юлий Соломонович, я знаю, 18.30 в четверг. Спасибо. Ну давай тогда в бильярд сходим. Надоело. Ну давай тогда в бадминтон сходим. Надоело. Ну давай че, я не знаю. Давай в бетлон сходим. Да мне этот бетлон вот уже где. Надоело. Ну не знаю. Твой же день рождения, ты и думай. Слушай, а может в милицию вызовем, а? Как это? Ну как это? Сейчас же новая услуга есть. Милиция по вызову. 02 набираешь и звонишь и все. Давай, звони. Алло, милиционерская. Нам, пожалуйста, милиционеров. Срочно. Чехова, 73. Здравия желаю. Майор Мамочка. Милицию вызывали? Вызывали. Условия, знаете, оплата почасовая. На каждого сотрудника по одному делу. У вас сколько дел? Одно. А этот, что здесь делать тогда? Я с Аглидатой. Да пладим. Ну, кого брать будете? Ну, хотелось бы всех посмотреть. Пошли. Выбирайте. Давай вот это вот. Смотри, как фигушка. Да подожди, иди сюда. Смотри, какие штучки. Что это? Иди сюда. Шапка. Смотри, как шапка. Классно. Иди сюда. Это не так делается. А кобуру можно посмотреть? Покажите. А мы бы гаишника взяли. Другого какого-нибудь. Другие сейчас все вдоль дороги стоят. Езжайте напрямую и договоритесь. Ну, а как мы их узнаем-то? А что там узнавать? Они вас сами остановят. Сядете к ним в машину. Заплатите 300 рублей. И все. 15 минут и готово. Только вы перед этим не пейте. А то у вас с ними ничего не получится. Посоветоваться надо. А что это? Кого-кого. В шапке, конечно. Вон того. В шапке вот этого здорового. Деньги? Да, вот. Так, сейчас время 12. Через час я за ним приду. Пошли. Может, сразу начнем, а? Скажете сразу, начнем сразу. Что, сразу, а? Страшно, но сразу. Мы с товарищем твердо решили сразу. Так, встать быстро! Обоим туда, к стене! Быстро к стене! Руки на стену! Ноги, ноги! Что у нас в карманах? Так, ты все туда, быстро! Все туда! Ты там стоять! Имя! Имя! Дима! Еще имена! Дима! Еще имена! Дима! Другие имена! Достой! Все, 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 все! Женское имя! Оксана! Ты убил Оксану! Ты убил Оксану! Ты все убил Оксану! Я не убивал Оксану, серьезно! Извините, а вы сможете дубинкой бить? Да, конечно! Я тебе сейчас сказал! Я не убивал! Иди сюда! Иди сюда, Бейко! Не расскажи, но я не убивал! Ты видишь, как он убивал Оксану! Ты видишь? Ты видишь? А ты видишь, как он не убивал Оксану! Ты видишь? Значит, Бог не убит это! Все, он тебе стал! Он тебе стал! Пиши, я убил Оксану! Пиши, я убил Оксану! Пиши, я убил Оксану! Много слышал, но такое? Давно работаешь? Да две недели всего. В институт поехал поступать, провалился. В деревню стыдно возвращаться. А что, мать не знает, отец не сдаст? Он у меня сам в сельпо-участковом подрабатывает. Тяжело, наверное? С вами легко. Ну что тут, все нормально у вас, да? Да, все классно. Все нормально, да? О, Оксану убили, да? Я же говорю, парень-то профессионал. Я сам у него два раза Оксану убил. Один раз даже съел. Опа! А что, съесть можно было? Слушай, давай продлим, а? Э-э-э, без продления. Тут срочный вызов у нас на Ленина. Пошли. Слушай, такого у меня день рождения еще никогда не было. Класс! В следующий раз ОМОН вызовем. Тебе вообще горят звери, а? Тема конкурса «Нам сверху видно все». В наше время всю свою жизнь мы снимаем на мобильный телефон с высоты поднятой руки. И об этом наш видеоклип. Ну что, пацаны, теперь у каждого своя дорога, а у меня своя. Погнали! Пять, четыре, три, два, один! О-о-о-о! Забытую песню несет ветерок, Задумчивых травок змея. Напомнит, что есть на земле уголок, Где радость любила меня. Боже, как давно это было, Помнит только мут на реке вода. Время, когда радость меня любила, Больше не вернусь ни на что никогда. Не было места в душе с юных пор, Мечтам, неговерия и лжи. Улюбленного сердца всевидящий взор, Мне верой и правдой случил. Дайте поспать. Помнит, как давно это было, Помнит только мут на реке вода. Время, когда радость меня любила, Больше не вернусь ни за что никогда. Хватит. Не надо больше. Пальше идет и с повергами путь, От места достойных побед. Тот удалом невозможно вернуть, Где честностью радость согрета. Может быть, в чужие края, Увела надежда моя меня. Может, эта радость моя поет. Пап, я сегодня поздно буду. Давай, давай. Пять, четыре, три, два, один. Не совсем я забыл, Это когда радость меня любила.